Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется Тазриа. Мы видим, что это болезнь царат, она от духовного смысла, ее излечить врач не может. Здесь надо обращаться к Коину. Интересно, Атанах нам рассказывает о случае с проказой у арамейского начальника, которого зовут Наоман. Это мы находим в ней пророки. Наоман, человек был уважаемый, он правильно служил царю, а у него девочка маленькая, рабыня его жены, Наритянка, и она сказала, что проказу может излечить святой человек в Израиле. Там есть пророк, пророк Илиша. Наоман пришел к царю и попросил, чтобы он написал письмо к израильскому царю. получил это письмо, пришел к израильскому царю. Царь израильский услышал об этом, он испугался, говорит, разве я Бог, он раздрал одежды свои, он не знал, что это такое, или он ищет причины со мной войну затевать, царь арамейский. В общем, ситуация шоковая. А пророк Илиша сказал царю, посылай его ко мне. И сказали ему о пророке Илише, где он находится, он поехал на конях своих, у него с собой 10 талантов серебра, в общем, богатство привез с собой. И подходил он к дому Илиши, но Илиша послал к нему свою слугу. Слуга ему сказал, что ты должен окунуться в реке Иордан 7 раз, и все, и ты будь чистым. Ноаман не понял, как это может такое быть. Во-первых, он не вышел к нему навстречу, и во-вторых, чем его реки в его стране хуже, чем Иордан. И он возвращается домой, проходит мимо Иордана. Ему сказали, окунись, какая тебе разница, что с тобой случится, 7 раз окунись и все. Ну, Ноаман решил поступить, не веря в это, он окунулся 7 раз, и стал как ребенок, чистое тело стало у него. Он был в шоке от этого всего. Он едет опять пророку Ильиши и хочет подарить ему это серебро. Он говорит, ничего у тебя не возьму. Ничего. И он поверил в Бога. Он, Бога Израиля, он уже говорит, я буду служить Богу Израилю. Потом он подумал, говорит, подожди, а как же я буду служить Богу Израилю, если у нас на празднике, я должен пойти в храм этой русалки, Дагона, и там я должен находиться, как же мне быть? И в данном случае Ильиша ему это разрешил. Из этого мы знаем, что он стал человеком, который соблюдает всем заповеди Славейна Аха. Он полностью не стал Гером Цедеком, стал Гером Ташавом. То есть стал служить Единому Богу. Вот так вот. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Пророк был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосин, Мира бот Аврагам, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Заздоровец Бла бот Клара, Гитл бот Мирьям, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Парина Пел бот Соня Сура, Лена бот Клара, Гженя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ида, Искак Шимонмен бейла Моттл, Фира бот Ана, Гитл бот Мирьям, За хороший дух Арон Илья бен Двойра, Денис бен Ахум, Авейгаль бот Сара. И пусть закончится эта страшная война. До следующих встреч. Всем всего самого наилучшего.